Продолжаем программу. За время пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, вся страна привыкла жить в рамках эпидемиологических ограничений и соблюдать масочный режим. Каждый из нас в настоящее время не выходит из дома, не захватив с собой защитную маску. Взрослое население относится к таким мерам с пониманием и с самых ранних лет приучает своих детей к правилам санитарной гигиены. Как это воспринимают юные жители районного центра, увидела Яна Клюева. В детском саду номер один районного центра педагоги совместно с родителями Дашкалят организовали акцию, посвященную мерам безопасности и сохранению здоровья. Для всех воспитанников изготовили симпатичные многоразовые защитные маски и торжественно их вручили ребятам. Входят в масках. Обратили внимание? Да. А как вы думаете или знаете, почему мы так делаем все? Потому что коронавирус. Да, вот такая пандемия страшная, коронавирус. И мы посоветовались с нашими воспитателями и с вашими родителями и решили вам тоже сшить маски. Все мы знаем, что сейчас нелегкое время пандемии и маска это стал уже атрибут, это стала норма носить маску. И так как сейчас открыли другие образовательные учреждения, такие как Дюдж, бассейн, да, там, допустим, можно уже деткам посещать библиотеку, мы посовещались с коллективом и решили нашим детям сшить маски. А также наши дети ездят в автобусе, да, там на какие-то будут ездить мероприятия. Мы обратились с просьбой к родителям, родители нам помогли, за новогодние праздники маски сшили, и мы вот провели такую акцию. То есть все наши детки будут в одинаковых масочках. Дети с удовольствием сразу примеряют маски, ведь многие из них уже наслышаны от своих родителей, бабушек и дедушек, а также воспитателей о том, что заражение страшным вирусом можно избежать, обезопасив себя специальными средствами. Коронавирус – это болезнь. Когда ты в магазин ходишь, я одеваюсь маски и печатки. Ага, а для чего мы их одеваем? Что колориус не заболели. Когда я ела мама маски, она где-то нашла маски. Я носила маску у мамы на работе, когда мы ходили за документами, потому что летает коронавирус. Воспитатели детского сада совместно с заведующей учреждением Татьяной Ташовой проговорили с детьми все основные санитарно-гигиенические правила. Особое внимание детей было обращено на обязательное использование защитных масок, когда они совместно с родителями посещают общественные места, торговые центры, библиотеки или когда пользуются общественным транспортом. Так называемый этикет гигиены и санитарные правила обширно популяризируются в массах и среди детей в том числе. И в нынешних условиях поколение новых людей будет воспитано уже с более серьезным отношением к своему здоровью. Яна Клюева, Виктор Потопчук, Северонесейская информационная служба. Носки прямо одевай. Вот так.